Уже с середины этого года с письменного согласия пациента листок нетрудоспособности может быть сформирован в форме электронного документа. Данное положение вызывает ряд сомнений и вопросов, в которых мы сейчас попробуем разобраться. В связи с чем я представляю нашу утреннюю гостью. Это Саргалан Петровна Корнелова, заместитель начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Сахайкоти. Саргалан Петровна, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашей студии. Что же такое все-таки электронный лист нетрудоспособности? Электронный листок нетрудоспособности – это тот же бумажный листок нетрудоспособности, который выдается пациенту как временное освобождение от работы и по которому при заболевании или травме работника. А с какого момента в Российской Федерации появилась такая возможность оформлять? Такая возможность появилась в Российской Федерации с 1 июля 2017 года когда вступил в силу федеральный закон от 1 мая 2017 года номер 86 ФСЗ о внесении изменений статьи 13 федерального закона об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также статьи 59 и 78 федерального закона об основе охраны здоровья граждан Российской Федерации. Анастасия Петровна, но все-таки чем же отличается традиционный листок нетрудоспособности, так проще говоря бумажный, от листка, который оформлен в электронном виде? Ну, электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу, как бумажный листок нетрудоспособности. Он также обосновывает временное освобождение работника по медицинским показаниям и является основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности. Ну, как бы такой же листок нетрудоспособности, только в электронном виде. Все то же самое, ничего не меняется. То же самое, ничего не меняется. Но какие-то преимущества есть у него? Да, конечно, преимущества для всех участников очень много. Участниками этого процесса является сам пациент, работник, работодатель, страхователь, медицинская организация, фонд социального страхования как страховщик и бюро медико-социальной экспертизы. Для пациента это преимущество в том, что он не будет бояться испортить этот листок, потерять этот листок. Также он может быть в своем личном кабинете, зайти через сайт госуслуг и посмотреть, какие листки ему были выданы, как произведен расчет этого листка нетрудоспособности. Он все будет это режет в режиме реального времени. Также для работодателя он может также увидеть листок нетрудоспособности, узнать, что человек находится на больничном листке. Если человеку закроют листок, он тут же может сказать номер листка своему работодателю, он тут же зайдет на свою систему, посмотрит и в кратчайшие сроки может назначить и выплатить пособие. А для медицинской организации это уменьшается время оформления листка нетрудоспособности в электронном виде. Также врач не будет бояться испортить, исправить что-то в этом плане. И если нужно будет также выписать дубликат листка, то участие пациента может минимизироваться. Ну, как бы участие своего пациента может привести к минимуму. А для фонда социального страхования, конечно, преимущество в основном является в том, что выплаты расходов по фальшивым документам уменьшатся, да, именно по поддельным листкам нетрудоспособности, которые в последнее время очень увеличились. И уменьшатся расходы по обеспечению бланками листков и пересылке в медицину по регионам. Действительно, для каждой стороны свои преимущества, целый ряд их. Но какая существует процедура выдачи и оплачивания листков? Ну, электронный листок нету способности. Врач при выдаче листка нету способности. Сразу данные отправляет на интегрированную систему фонда социального страхования Российской Федерации. С этой работник передает свой номер электронного листка работодателю. Работодатель согласно номеру электронного листка и снился работника, вытягивает с шлюза фонда, вот автоматизированная система фонда, все данные по электронному листку нету способности. И заполняет свою часть, которая заполняется работодателем. И согласно после заполнения выплачивает и назначает пособие. Но известно, что не все медицинские организации имеют право пока что выдавать такие листки. Что для этого им нужно вообще сделать? На сегодняшний момент по республике Саха-Якутия около 66 медицинских организаций уже вводят нововведения в согласно оформлении электронного листка нету способности. А 579 организаций, их работники, могут уже оформить этот электронный листок нету способности. Они уже могут обратиться в больницу, им оформляют электронный листок нету способности. А для того, чтобы его оформить, у пациента берется согласие, как вы уже сказали, да? А его работодатель должен быть участником информационного взаимодействия. А чтобы стать участником информационного взаимодействия, нужно заключить соглашение о формировании электронного листка нету способности с нашим региональным отделением по республике Саха-Якутия. Ну и форму соглашения можно скачать на нашем сайте и отправить в наш адрес. Ну, что-то поменялось, если вдруг организация не имеет права выдачи, да, пока таких листков, но работник, тем не менее, хочет получать. Здесь какая-то определенная процедура, либо все то же самое сохраняется. Работодатель должен быть участником информационного взаимодействия. Если он не участник, то работник не может получить электронный листок нету способности. Поэтому призываем всех работодателей заключать с нами соглашение об информационном взаимодействии, чтобы их работники имели право получить электронный листок нету способности. Ну, так как это новинка, наверняка, граждане пока присматриваются к этой системе. Ну, все интересующие вопросы можно посмотреть на нашем сайте регионального отделения r14pss.ru, а также позвонить по телефону горячей линии 500-333 и 35-5703. Ответим по все интересующие вопросы. Саргалан, Петровна, большое спасибо, что пришли этим утром к нам, поделились такой новостью, как электронный листок нетрудоспособности.